Дорогие подписчики, дорогие зрители, всем огромный привет! Меня зовут Павел Брыкин и это YouTube-канал Будет Гром. Сегодня наша бригада, съемочная, находится на родине бывшего председателя правительства Российской Федерации Виктора Степановича Черномырдина. Это деревня Черный Отрог Оренбургской области. Справа от меня школа имени Виктора Степановича Черномырдина, слева от меня музей его имени. Именно здесь, в Черном Отроге, произошла, как нам кажется, совершенно фантастическая история. Двое местных полицейских раскопали аферу на несколько сотен миллионов при строительстве школы имени Виктора Черномырдина. Ее строили более 10 лет, наконец-то сдали. Вероятно, при строительстве этой школы было украдено несколько сотен миллионов рублей. И как только участковые подняли это старое дело, которое считалось висиком, они каким-то абсолютно умопомрачительным способом оба оказались под уголовным преследованием. Как это случилось и кто может стоять за судебным процессом над честными и принципиальными офицерами МВД России, которых, кстати, до сих пор не отстранили от должности, в нашем сегодняшнем расследовании. Меня зовут Павел Брыкин и это YouTube-канал Будет Гром. Сегодня мы находимся в гостях у честного и принципиального майора полиции в Оренбургской области Сергея Павлова. Расскажите, кем вы работали и что с вами случилось? Как так вышло, что вы оказались сначала под уголовным делом, а затем под следствием и под судом? 12 августа 2019 года мы находились на рабочем месте в поселке Черный Отрог. К нам приехал Цебичко Иванович, привез двоих сыновей, Романа и Валико. Пояснил им о том, что у него в пятницу украли денежные средства в размере 5000 рублей. После этого пояснил, что денежные средства у него украл его сын Шекеладзе Роман. Он написал заявление собственноручно и мы начали заниматься. Отец написал заявление на сына. Он сам задал вопрос Роману о том, что расскажи, как это все происходило. Роман нам рассказал, пригласили понятых. Роман добровольно выдал денежные средства в размере 1000 рублей. В присутствии понятых и пояснил, что данные 1000 рублей ему выдали в магазине, который находится на станции Черный Отрог. После того, как он отдал долг в размере около 4000 за продукты питания, спиртное. Отец написал заявление на сына, который украл у него 5000 рублей. Эти деньги сын украл, чтобы погасить долг 4000 рублей за продукты. И в этом магазине ему дали 1000 рублей сдачу, которую он вам выдал добровольно. Добровольно. Здравствуйте, огромное вам спасибо, что вы вышли. Ваш сын у вас действительно воровал 5000 рублей? О, да. Воровал. А Роман признался? Он явку с повинной написал? Роман при этом, да, специально наручно написал явку с повинной. Романа задерживали? Романа фактически не задерживали. Была с него взята явка. Обязательство о явке. 14 числа мне на телефон звонит врач и говорит, что пришел какой-то непонятный человек по имени Роман. И поясняет, что избили сотрудники полиции. Это спустя двое суток? Спустя, получается, двое суток, да. Вашего сына действительно пытали полицейские? Я не могу сказать, мой хороший. Потому что я в кабинете сидел. Вы в кабинете сидели? Да. Крики какие-то были слышны? Нет, абсолютно ничего не били там. Так все-таки были пытки или не были? Ничего не били, что у них деньги. Очень интересная история. Если мне не изменяет память, дорогие наши зрители и подписчики, у нас на канале есть видео, интервью с майором, с коллегой Сергея Павлова, с майором Владимиром Меняемым из аэропорта Внуково. Так вот там грузчик, которого обвинили в краже и из багажа пассажиров, тоже через двое суток пришел в больницу и снял побои, якобы его били и пытали. История майора Меняева, вы можете посмотреть на нашем канале, есть отдельное интервью, как раз подтвердила, что это было абсолютное вранье. И что-то мне подсказывает, что здесь у вас абсолютно аналогичная схема. Двое суток проходит, Роман приходит в больницу, снимает побои. Да, он обращается в больницу к врачу не с целью оказания какой-то медицинской помощи, а с целью зафиксирования факта якобы нанесенных ему телесных повреждений. Причем телесных повреждений, которые ему с его слов были нанесены электрошокером. Заводит меня в актовый зал, дает мне стул, садит. Ну я сел, он привязал мне ногами к стулу, ремнем вот так. Брал, говорит, 5000, я говорю, нет, не брал. Начал бить. Брал, говорит, 5000, я говорю, нет, не брал. И опять бил. Получается, вы его электрошокером, с его слов, получается, моего пытали. Вы его пытали, я его не пытаю. 15-го числа меня вызывает руководство в отдел и говорит о том, что Чиквеладзе Роман Битчикович обратился в общественную организацию и совместно с ними проходит сейчас освидетельствование в бюро СМЭ в городе Оренбурге. Здравствуйте, вас зовут Альбина Наилевна? Да. Можем с вами пообщаться немножко? Можно, вас как зовут? Меня зовут Павел Брыкин, я журналист, канал «Будет гром». За что вы преследуете участковых? Преследуем. Да. Как вы вообще оказались вовлечены в процесс в отношении этих полицейских? К нам в организацию обратился Роман Чиквеладзе и Валико Байгулов. Да, они сообщили о том, что к ним применялись пункты. В частности, что их вывозили в сельсовет Павлов с Расламбаевым и применяли электрошокер в области ПАХ. А что у вас за организация? Организация, которая осуществляет помощь лицам пострадавшим от незаконного насилия со стороны представителей власти. А на что, простите, существует организация? Мы получаем дотацию. Откуда? Это общественная организация, соответственно, каждый желающий, кто хочет поддержать наши деятельности, сможет. Приходит сообщение в отдел полиции в Саренбурге, то есть по территориальности направляет на дежурного, и начинается здесь сбор материалов в отношении нас. То есть начальник отдела назначает сразу служебную проверку. Ну, руководство отдела выезжает в село Черноотрог, где опрашивают отца по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции его сына. Также Байгулова Валяко, это брат второго сына. И работников сельской администрации, которые были приглашены понятыми. Которые поясняют, что факта насилия со стороны сотрудников никаких не было. Причем, хочу сказать, поясняют все участвующие лица, которые были приглашены. Это сколько получается человек? То есть отец говорит, что не было никаких фактов насилия с вашей стороны? В тот момент говорил, получается, Байгулов Валяко. От вашего брата поступило заявление о привлечении к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые там издевались над ним. У нас по данному поводу проводится служебная проверка. Ваш брат Роман тут пишет, что вы присутствовали при этом. Мне вот необходимо узнать, что было. Нас опросили, Ромка говорит, я, говорит, взял деньги. Откуда взял, как, показал. И мы вместе уехали. С отцом уехали, да? С отцом уехали, да? С отцом уехали, да? С отцом уехали, да? Втроем уехали. Но он сам добровольно признавался, никто его не бил, ничего. Сам он показывал? Сам показал, правда. Где взял деньги? Да, из-под полика. Из-под полика. Вы видели это все, да? Ну да, там стояли. Добровольно он показывал. Что-либо он говорил вам, что там кто-то бил его, пытал и так далее? Ничего не говорил. Ничего не говорил. Абсолютно. Вас никто не бил, не пытал? Нет. У вас есть какие-то телесные повреждения? Нет. Кроме вот этой коллега-пальца. Ну, коллега-палец, понятно, это у вас с рождения. Да нет, это болгарка. Болгарка. Сейчас вы будете проходить медицинское свидетельство? Нет, зачем? Почему? Потому что никаких нет. Никаких нет. Никаких нет. Никаких нет. Не желаете ничего проходить. Один из сыновей. Один из сыновей. Двое понятых. Два понятых, да. Это уже четыре человека. Четыре человека, да. Говорит, что телесных повреждений никаких не носилось. Роман давал показания в ясном уме, то есть не был ни запуган, разговорная речь у него была свободная. Никто никаких на него ни физических, ни психологических мер воздействия не было. Мер воздействия не было. Скажите, вы его электрошокером пытали? Нет, не пытали. Почему? Ну, вообще-то это незаконно. Это первое. Второе. Хочу сказать, что, может быть, как бы в СМИ это ходит, такие мнения о том, что где-то кого-то пытает, но у нас на дворе, скажем, 21 век, и я даже не припомню последних случаев, что у нас даже за какие-то тяжкие преступления, за убийство или за разбойное нападение применяли к криминальному элементу какие-либо пытки. А у вас вообще есть на вооружении электрошокеры? Именно у нас, у двух сотрудников, были электрошокеры. Как они выглядят примерно? Размер, покажите вот так руками. Что это за штуки? Ну, это примерно вот... Продолговатые такие коробочки? Ну, как бы прямоугольник немножечко извернутый. В момент, когда вы собирали материал на Романа, у вас электрошокер где находились? Электрошокер находился дома. Впоследствии, где он мне изымали, как я его получил, он лежал у меня в сумке вместе с бронежилетом. Дома находился? Дома, да. Следственное действие вы проводили в отделе? 25 километров. 25 километров. То есть между электрошокером и Романом, в момент, когда его якобы этим электрошокером пытали, было 25 километров? Да. Какие мощные электрошокеры выдают на вооружение в МВД России? Вы представляете? Через 25 километров можно нажать кнопку и ударить человека током. Не просто ударить, а запытать, что он напишет явку с повинной. Ну, это же просто бред какой-то. Не существует таких электрошокеров. Или у вас за 25 километров бьют электрошокер? Ну, мой электрошокер, хочу сказать, что находился в нерабочем состоянии. Без комментариев. Отдел полиции передает материал, собранный в Следственный комитет, то есть Межрайонный Сарактарский Следственный комитет. То есть собранный материал, что 4 человека говорят о том, что ничего не было, передают в Следственный комитет. Да, в Следственный комитет. 10 сентября нас вызывает для дачи объяснений меня и напарника. Внимание, едет один из полицейских, которого обвиняют в пытках. Сейчас мы попробуем записать с ним интервью. Вот мы ждем его возле пункта полиции. Здравствуйте. Ренат Гайфулович. Да. Меня зовут Павел Брыкин. Канал Будет Гром. Я журналист. Скажите, пожалуйста, как вы пытали двух местных жителей электрошокером. Извините, я никого не пытал. Никто никого не пытал. Для того, чтобы вам получить интервью, вам необходимо обратиться в пресс-службу МВД Паренбургской области управления. Извините, пожалуйста. Спасибо большое. Слава Романа опровергли. Опровергли полностью. И следственный комитет, и полиция. И полиция. Замечательно. Почему же тогда вы оказались под судом и вам грозит уголовная ответственность? Ну, я достоверно сказать не могу. Как мне известно, следователь понес материалы проверки своему руководителю, которому... Как фамилия руководителя? Руководитель Федяков Артем Александрович, подполковник юстиции, которому очень не понравился результат проведенной проверки. Следователь, которого вы назвали, он пришел к выводу о вашей невиновности и об отсутствии факта преступления. Правильно я понимаю? Ну, видимо, да. Есть еще честные следователи в Следственном комитете? Браво! Хотя бы одного мы уже знаем следователя в Следственном комитете в Оренбургской области в Саракташском районе. Почему-то так совпало, что показав результаты проверки к своему руководителю, он у нас поменял место службы и примерно теперь работает в районе 300 или 400 километров от поселка Саракташ, если не ошибаюсь, в Абдулинском районе. В России это называется отправили на повышение. Здравствуйте! Вы Артем Александрович? Да. Очень приятно. Павел Брыкин, журналист. Мы хотели бы записать вашу позицию по уголовному делу участкового Сергея Павлова. Мы не расследовали это дело. Как не расследовали? Не расследовали. Ну как? А кто расследовал? Дел по расследованию особо важных дел. Но вы же начинали это расследование. Заканчивали и расследовали дел по расследованию особо важных дел. То есть вы лично, получается, не имеете никакого отношения к этой истории? Мы не заканчивали это дело. Но начинали вы? Начинал следователь нашего отдела, но заканчивал другой следователь другого отдела Скажите, а вы можете, как руководитель Межрайонного следственного отдела, объяснить, на ком основании было возбуждено уголовное дело? Ведь там нет никаких прямых доказательств Давайте вы выйдете, я согласую вопрос репортажа со СМИ с нашим старшим помощником, а потом проговорим, хорошо? Нет, мы не выйдем Я еще раз говорю, давайте вы выйдете, я проговорю Нет, мы не выйдем У меня совещание начнется Нам интересна ваша позиция Через 5 минут начинается совещание Передо мной сейчас находится руководитель Межрайонного следственного отдела Артем Александрович Федяков Который категорически отказывается нам объяснить, на ком основании и в чьих интересах он организовал уголовное преследование честного и принципиального майора МВД Сергея Павлова Все-таки, за что вы ненавидите сотрудников МВД? С чего вы взяли вообще? Выходим, выходим, я еще раз говорю Нет, нет, мы не выйдем никуда Выходим, у меня совещание Нет, 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 мы не выйдем У меня совещание есть Нет, нет, какое у вас совещание? У вас тут никого даже нет У вас совещание со следователем каждый день в это время Таня Владимир, сходи Можете нам объяснить? На каком основании Я говорю, вы выйдете, мы согласуем, поговорим Честно Принципиального сотрудника суда Мы не заканчивали это дело Но почему вы его не заканчивали? В смысле, почему? Потому что мы не расследовали его А почему? Как не пугать А что в этом деле важно? И там украли всего 5000 рублей Причем здесь отдел по расследованию особо важный Расследовал другой отдел, заканчивал другой отдел Вопросы какие к нам? То есть вы никакого отношения имеете? Причем здесь неправильное отношение не иметь? Вы не по адресу пришли? Или непонятно, я отвечаю? Видите, что происходит? У нас происходит подмена понятий Заходите, пожалуйста Следственный комитет, сотрудники следственного комитета В Оренбургской области Я в том числе говорю об этом сейчас сотрудникам Центрального аппарата СКР Делают вид, что не имеют никакого отношения К этому абсолютно коррупционному Абсолютно противоправному уголовному преследованию Честного майора МВД Отличная вам карьера Всего хорошего Меня через начальника отдела вызывает следственный комитет Это было 24 сентября Сорокташним следственным комитетом возбуждено уголовное дело 18 сентября По факту причинения телесных повреждений Чиквиланзеу Роману Бичиковичу В отношении неизвестных лиц Следователь говорит о том, что мы должны проехать ко мне домой Есть ли у меня возможность такая показать Проехать ко мне домой, где я проживаю В присутствии понятых произвести осмотр места происшествия дома То есть осмотр места происшествия, осмотреть дом Из моего согласия Я не понимаю, какая связь Ведь дело возбуждено было в отношении неустановленного круга лиц Причем здесь обыск в вашем доме Вопрос был сказан так Если мне нечего скрывать Могу ли я добровольно разрешить сотрудникам следственного комитета Провести у меня добровольный обыск? Дорогие зрители, мне кажется Какой-то абсолютно правовой беспредел Творится в Оренбургской области Потому что, насколько я понимаю ситуацию Как репортер Прежде чем проводить какие-либо следственные действия Человеку присваивают статус Либо он свидетель Либо он подозреваемый Либо он обвиняемый В данном случае Статус присвоен не был Абсолютный правовой Как говорил один из президентов Российской Федерации Нигилизм в Оренбургской области Но это же какая-то чушь На основании чего проводили обыску действующего сотрудника МВД России Если у него даже никакого статуса в деле нет О каком вообще уровне профессионализма можно говорить в местном межрайонном следственном отделе АУ 21 век? Может почитаете ОПК для начала, товарищи следователи? В сороктажском межрайонном следственном отделе Приехали мы ко мне домой Добровольно я открыл дверь Потому что мне скрывать как бы было нечего Пригласили двух понятых с числа соседей И произвели обыск В ходе обыска я выдал электрошокер Который у меня находился на вооружении Кошмар! Произвели обыск! На основании чего? Вы когда какие-то бумажки же подписывали, наверное? Там что было написано? Что это за мероприятие? Постановление Как потом уже прибыли сюда и осмотрев Все мои надворные постройки Погреб, чердаки И не найдя никаких следов Хотя мне не поясняли Что именно мы как бы ищем? Следователь назвал орудие Орудие совершения преступления Опять же, я реально не понимаю Причем здесь вы? Какая связь между уголовным делом В отношении неустановленных лиц И майором Сергеем Павловым? Бумаги я увидел, что оказывается У нас действительно происходит не осмотр, а обыск Мне дали уже постановление потом ознакомиться Я начал понимать о том, что Видимо нас пытаются прикрутить к этой истории Нашли у вас там неработающий электрошокер Который с момента выдачи Ни разу не включался, не использовался Затем мы находились в следственном комитете Там я уже увидел, что привезли моего напарника Напарник мне сказал, что в присутствии начальника отдела Его разоружили Так как человек у нас находился на службе У него имеется с собой табельное оружие и спецсредства Я начал задавать вопрос о том, что нам придадут какой-то статус Либо нас задержат, либо мы свободны Был составлен протокол задержания в отношении меня по статье 91 Затем в качестве подозреваемого по делу Все-таки подозреваемого Подозреваемого Затем я был ознакомлен с возбужденным, оказывается, утром До уже, по времени проведения обыска Вторым уголовным делом Где потерпевшим является Байгулов Баляко Это второй сын заявителя о краже денег Его тоже вы пытали? И тоже электрошокер? С его слов, да, мы пытали его также электрошокер А он в какую больницу, когда успел сбегать? Якобы мы также телесные повреждения наносили ему в тот же момент В сельском совете одновременно и Роману, и Валяко Здрасте Меня зовут Павел Брыкин Мне нужен Валяко, Бичако Иванович или Роман? А вас как зовут? Меня? Да Валера Валера? Я журналист, приехал из Москвы, делал материал про пытки в Оренбургской области И я знаю, что их пытали полицейские Я хочу с ними записать интервью Не знаю Не живут они? Не знаете? У вас один не работающий электрошокер Как вы могли одним сразу двоих пытать? На этот вопрос я ответить не могу Это немного не складывается у вас уголовное дело, товарищи следователи Какая-то странная история Вы там хотя бы батарейки вставьте Я, честно говоря, не знаю, электрошокер от розетки заряжается или на батарейках? Ну я никогда им не пользовался Теоретически он должен заряжаться от электросети Ну то есть в деле есть сам предмет электрошокер? Естественно, да, он был осмотрен Электроды нашего электрошокера, которые у нас имеются на вооружении Не подпадают под телесные повреждения имеющиеся у... Под размеры телесных повреждений Под размеры телесных повреждений Фактически это означает, что какие-то люди заявили о том, что вы их пытали электрошокером У вас изымают электрошокер и следы, я извиняюсь, дырок от этого электрошокера Даже не совпадают с размерами электрошокера Получается, орудие преступления не найдено, если оно вообще было Кроме их показаний о том, что вы их якобы пытали электрошокером Какие-то медицинские документы, подтверждающие их слова, есть? Да, они проходили обследование в СМЭ, то есть судебно-медицинской экспертизы Которая находится у нас на улице Кирова, 40, города Оренбурга Данные телесные повреждения могли образоваться, начиная от укуса насекомого Заканчивая просто ожогом какого-нибудь там предмета Это все он как бы сказал на суде Расстояние между нашими электронными составляет около 4 сантиметров Травму, полученную у Романа и Валеко Составляет от 1,5 до 2 сантиметров Как вы объясните нестыковки в уголовном деле В частности, разницу в расстоянии между метками, якобы метками на теле И на половых органах, и, соответственно, в области бедер Вы лично видели это? Я лично нет А откуда эта информация? Со мной работают мои коллеги, которые, в общем-то, помогали осуществлять фиксацию медицинскую В бюро судебно-медицинской экспертизы Ну, то есть есть медицинские документы, подтверждения? Вы уверены в виновности полицейских? Я, в общем-то, как человек опытный, не первый раз в уголовном деле участвую, да Вы уверены в виновности? Да Вы правда считаете, что полицейские из-за кражи 5000 рублей будут кого-то пытать электрошокером? Да Как вы думаете, почему нет видео с камер наблюдения? Вот в том пункте полиции, мы ездили в поселок, там стоит 2 или 3 камеры наблюдения Почему в деле нет этих камер, записей? Мы, кстати говоря, да, заявляли адвокатские запросы, ходатайствовали в органы следствия о том, что было бы вовремя изъято вот это видеозапись Глава сельсовета указал, что время истекло, а следственный комитет, он чуть позже, получается, запросил эти информации, но ему, соответственно, также ответили Из-за нерасторопности правоохранительных органов нет этой видеозаписи? Да, вовремя не изъяли, потому что в течение 10 дней, если бы изъяли эту видеозапись, или бы нам, например, глава сельсовета вовремя бы предоставил эту информацию, то, соответственно, да, была бы возможность просмотреть на видеозапись 26 числа состоялось, получается, наше судебное заседание, в результате которого судья Тоширев, спасибо ей большое, отправил у меня на домашний арест Есть еще добросовестные люди в Оренбургской Фемиде, огромное вам спасибо У нас хотя бы есть возможность записать интервью с Сергеем не за решеткой, как обычно это происходит, и как это было в деле Владимира Меняева из Внукова А, дома на прекрасном, уютном диване Большое спасибо вам, уважаемая судья Сколько времени заняло расследование вашего дела у Следственного комитета? С 24 сентября 2019 года по 20 июля 2020 года Почти год длилось расследование? Почти год длилось расследование И ничего не смогли накопать? Мой коллега на протяжении всего следствия был свидетелем, на него начали оказывать давление со стороны Следственного комитета Если он не даст показаний против меня, он перейдет из свидетелей в обвиняемый Так произошло буквально за неделю до направления дела в суд, моему коллеге также предъявили обвинение То есть вы вместе пытались? Группы лиц, да, по призыву Поясню, дорогие зрители, когда спустя несколько месяцев, а мы уже знаем с ваших слов, что с 24 сентября по 20 июля следующего года Проводилось это грандиозное расследование в Саракташском районе Оренбургской области Если было оказано давление на вашего коллегу, получается никаких других доказательств местный следственный комитет просто не сумел найти Либо потому, что это не профессиональные сотрудники, либо потому, что это невозможно было найти Ну нельзя найти снег, например, лет Ну никак, каким бы ты ни был профессионалом Того, что не существует в определенный момент времени, найти невозможно Почему такое внимание к вам? Вы кто такой? Вы обычно участковый или вы, я не знаю, какую-то мафию победили? Кто вам мог отомстить? Вот у меня ощущение, дорогие зрители, что это чистой воды месть С руководителем следственного комитета за полтора, может быть, два месяца до моего задержания У нас был неприятный разговор о том, что он был в студенческую пору задержан сотрудниками полиции За совершение преступления совместно с другими лицами Но по каким-то причинам избежал уголовной ответственности, не хочу никого судить В связи с тем, что родители занимали определенные посты Ах, вот оно что! Получается, местный главный следователь районный испытывает личную неприязнь В связи с некоторыми событиями в его прошлом к сотрудникам МВД Состоялся у нас разговор, зачем мне такая информация Зачем я, скажем так, поделился близким кругом из числа сотрудников МВД Ну, каким-то образом это до него дошло И как бы мы с ним, не расставив точки, расстались в тот момент Прекрасные сотрудники следственного комитета в Саракташском районе Я прошу обратить внимание на эту историю Я сейчас обращаюсь к сотрудникам следственного комитета России И дело направляется в суд В суде мы начинаем рассматривать это дело Начинаем допрашивать свидетелей Вот этот врач, получается, фамилия его Кузьмин Говорит о том, что он просит избрать в отношении меня Исключительно меру приключения в виде заключения под стражу Так как боится за свою семью, за свою работу Он пояснил о том, что перед допросом он был вызван Начальником следственного комитета Федяковым, Артем Александровичем Где ему было давно указание Если ты не подпишешь нужный нам допрос против сотрудников полиции У тебя будут колоссальнейшие проблемы После чего он вынужден был подписать допрос Об этом он заявил на суде на заседание Спрашивали на суде врача, к которому обратился Роман Как выглядел человек, который приходил к нему на осмотр медицинской? Врач, это, получается, из Эренбурга, сожогового отделения Он нам описал человека примерно размером больше раза в два Чем выглядел, чем заявительно На какой сейчас стадии процесс? Процесс мы заканчиваем, получается, судебное следствие И практически переходим в премию Скажите, пожалуйста, как вас пытали полицейские? Расскажите Расскажите Ну как, покажите, как это было Покажите, как это было Да, покажите, как это было Вот секунду, можно? Куда вы хотите уйти? Нет, уходить не надо Вот стульчик, присядьте и покажите, как вас пытали Как пытали? Да, покажите, как вас пытали электрошокером В пах Ну, присядьте, покажите, как это было Вот представьте, я полицейский Вы Валяко, присядьте, пожалуйста Присядьте Что я должен делать? Ну, покажите, вот, возьмите мою руку Скажите сначала Да Откуда вы и как? Мы журналисты, ведем журналистское расследование На тему пыток С вами встретились, чтобы записать интервью Как вас пытали Покажите, пожалуйста, как вас пытали Вас вообще пытали? Покажите, как Вообще, представьте, откуда и как Я не понял Вы журналисты, меня зовут Павел Брыкин Расскажите, как вас пытали? Можно я скажу, чтобы представитель вам что объяснил? Дорогие друзья, дорогие подписчики Я думаю, совершенно очевидно, что если бы вот этого гражданина, который сначала нам представился, Валера И оказывается, он далеко Если бы кто-то его пытал, он бы без проблем сейчас нам это показал Но судя по тому, что мы сейчас видим и судя по поведению этого гражданина Никто вас на самом деле не пытал И вы врете следствию и врете суду Зачем вы это делаете? Зачем, дайте, дайте мне номер перебал Вам что надо-то? Вы что-то не вязались-то? Вы видите, какая агрессивная обстановка и какие агрессивные люди? Ну что, блин, обезьяны что-то Совершенно очевидно, что все это просто вранье Абсолютная наглая ложь Вот стоит гражданин, который категорически отказался показать, как его пытали полицейские И на показаниях вот этого человека покажите Вы вот так вот сели, что было дальше? Здесь было Был кто? Полицейский? Нет, между ног Что было? Был стул у вас здесь между ног, правильно? Да Так Было завязано Ваши ноги привязали к стулькам? А как привязали? Чем? Ремнем Ремнем, откуда взяли ремень? Не знаю Так, привязали ваши ноги, допустим, что дальше? Допрашивали Допрашивали? Да А электрошокер откуда взялся? А я вот этот не видел Как не видели? У него в руках было Он вам куда его приставил? В яйце Электрошокер, допустим, это вот эта палка Как это было? Можете показать? Вот так он То есть он вот так вот вас электрошокером этим бил, правильно? Сколько раз? Три Два-три раза Два-три раза Два-три раза Понятно Два-три раза Вас никто не бил, не бил? Нет У вас есть какие-то телесные повреждения? Да нет Кроме вот этот коллега пальца Ну, коллега палец, понятно, это у вас с рождения, да? Да нет, это болгарка Болгарка Сейчас вы будете проходить медицинское судебство? Нет, зачем? Все, а скажите, почему только через двое суток вы обратились в больницу, а не сразу? Слышь, что? Альбина звонила, Альбина едет, сейчас подъедет Сейчас разберет она с вами Кто ведет процесс? Расскажите про судью Судебный процесс у нас ведет Асфандеяров Марат Рамилович, судья Саракташского районного суда Вам, дорогие зрители, я предлагаю посмотреть небольшое интервью, которое нам удалось Записать с судьей по делу Сергея Павлова Марат Рамилович, здравствуйте Меня зовут Павел Брыкин Скажите, пожалуйста Я сейчас вызываю полицию Вызывайте Я журналист Павел Брыкин Скажите, за что вы судите майора честного и принципиального Сергея Павлова? У вас какие-то личные счеты с ним? Почему вы возомнили себя Я единственным вершителем судеб Оренбургской области И как вы объясните свой поддельный военный билет? Можете сказать? Как вы можете являться судьей? Ваша честь Меня зовут Павел Брыкин Это Оренбургская область, Саракташский район Передо мной судья Марат Рамилович Асвиндияров Правильно? Ваша честь Подскажите, пожалуйста На каком основании Вы судите честного и принципиального сотрудника полиции? Как вы видите, дорогие зрители Дорогие подписчики Судье нечего ответить на наши вопросы Скажите, может быть кто-то оказывает на вас давление? Может быть сотрудники ФСБ оказывают на вас давление? Не стыдно вам мантию надевать? Вы на работу приходите Почему вы не хотите ответить на мой вопрос? Вот такие, суди, дорогие зрители Работают в Российской Федерации в Оренбургской области Абсолютно никакого уважения Я вам представился Еще раз, пожалуйста Меня зовут Павел Брыкин Вы можете прийти сейчас домой Загрузить компьютер В Яндексе набрать мое имя И там будет написано, кто я такой Учреждение какое? Какое учреждение? Я журналист Журналист? Да, я независимый журналист Наверное, есть в каком-то учреждении вы работаете Вы можете объяснить, на каком основании Вы судите честный вопрос? Я вам ответил, представился Вы считаете, что суду во время производства по делу Возможно вот так вот в парке в вечернее время Встречать, включать запись Конечно И допрашивать фактически судю по делу Российской Федерации И в чем этот интерес? Посадить в тюрьму майора? Вы считаете, что без моего разрешения Вот так вот можно Снимать и брать у меня интервью? Конечно Можно Я по делам, которые находятся в моем производстве Не даю никаких публичных разъяснений А тем более объяснений Понятно вам? Понятно По закону о СМИ Теперь я вам объясню, как работает закон о СМИ Я обязан, как журналист, дать возможность высказаться всем сторонам Я вам даю эту возможность Вы не собираетесь предпрощать съемку, на которую вы не давали? Нет, не собираетесь Не собираетесь? Я хочу получить от вас комментарии Вы не нарушаете этим самым образом журналистскую этику? Нет, не нарушаете Не нарушаете, да? Я читал кодекс этики журналистики 35 стран мира Прям до ворот моего дома будете провожать А я не знаю, где вы живете Да? Но знаете, где я хожу? Я случайно с вами встретился в парке? Совершенно случайно Конечно Понятно Что это за история с военным билетом, о которой нам стало известно? Вы об этом что-то слышали? Когда я работал в Беляевском районе Начальник участковых Марат Ромилович Исполнял обязанности председателя суда Шел туда на эту должность, на должность председателя суда И как бы по мнению местных жителей В том числе и работников суда Не прошел проверку в связи с тем, что у него какие-то проблемы с военным билетом Ага, то есть он должен был стать председателем в другом районе Но им не стал и перешел судьей в ваш район Вернулся обратно Вернулся обратно Ага, не получилось прыгнуть, так сказать, с трамплина И как мне кажется, что-то мне подсказывает журналистское чутье Что и не получится уважаемый федеральный судья Марат Ромилович Судья отказывает нам во всем В вызове наших свидетелей В дополнительных допросах специалистов, экспертов Которые проводили экспертизы В установлении времени нахождения Романа в поселке Саракташ Когда он был второй раз у врача Кузьмина Прохождением бюро СМЭ экспертизы Потому что как бы разница в 30 минут И нахождение с разницей в 100 километров вызывает вопросы У нами был выявлен факт совпадения Где-то на 100, где-то на 95% Объяснение общественной организации Которая отбирала от людей, которые выступают против нас То есть и Романа, и его близких родственников И допросов сотрудниками следственного комитета И как руководитель, так и следователь Который ввел в отношении меня дело То есть если взять объяснение Альбина Элина Мударисовой И допрос, например, руководителя следственного комитета По Саракташскому району Федякова С невооруженным глазом это будет видно Что это скопированное Вероятно появятся какие-то вопросы и к местному следствию Факт передачи флеш-карты От представителя Мударисовой Следователь следственного комитета Был заявлен в суде Романом Чиквилац После этого был заявлен отвод судье За его нарушение в судебном процессе Которое он как бы нам не поддержал А что за нарушение? Расскажите Вы ведь знаете лично судью И мы об этом говорили как раз в интервью с судьей Откуда? Что у вас за личная знакомость? С судьей познакомились в 2016 году Когда он пришел сюда получать в Саракташский район работать Начали заниматься спортом Я организовал тренировочные мероприятия по футболу Где участвовали судья, сотрудники прокуратуры Сотрудники МВД и круг близких знакомых После этого отмечали совместное рождение Сына одного из представителей другой силовой структуры Примерно 20 километров В фермерском домике, так скажем В этот день собирались определенный круг Сотрудники правоохранительных органов и судья Между мной и судьей имеются личности отношения По этому поводу нами был заявлен отвод Привлечены 7 свидетелей Факт был подтвержден Наличие личностных отношений Но судья пояснил о том, что недостаточной информации Подтверждающей наши отношения И его предвзятость Может быть вы все-таки возьмете отвод Поскольку у вас конфликт интересов в этом деле Вы лично знакомы с подсудимым? Мне больше вам комментировать нечего Я вам все сказал Большое спасибо Это был судья Саракташского района Оренбургской области Асфиндиаров Мы, дорогие зрители и подписчики Предоставили ему возможность Высказать свою позицию Он эту возможность не использовал И отказался объяснить За что он судит Кстати, вот он, оказывается, живет вот в этом доме За что он судит честного и принципиального майора Министерства внутренних дел России Команде канала Будет Гром удалось выяснить Что семья бывшего председателя правительства Российской Федерации Виктора Степановича Черномырдина До сих пор В частности, его сын Виталий До сих пор имеют активы в этом районе Активы эти заключаются в том Что здесь есть некая компания Также здесь есть музей Виктора Степановича Черномырдина И здесь несколько лет строили школу Имени Виктора Степановича Черномырдина Открытие этой школы Отодвигалось несколько раз Обычно Мы сейчас никого ни в чем не обвиняем Это происходит в случае кражи денег На строительстве объекта Складывается впечатление Что не могут быть не связаны эти события С вашей историей Расскажите, что вам удалось выяснить По поводу строительства школы Имени Виктора Степановича Черномырдина Ну, примерно за месяц до моего задержания Поступила информация Дошел, скажем, слух от населения О том, что происходят какие-то хищения, махинации Затем состоялся у меня, получается, разговор С одним из высокопоставленных Который занимался строительством школы Которым я задал вопрос Что у вас там происходит по поводу Развороненных денежных средств После чего он мне сказал Зачем тебе это надо И для чего ты туда полезешь Я сказал о том, что я человек принципиальный И на той территории, где я работаю Я хочу знать все, что творится После того мне этот данный человек Дал понять о том, что я себе могу сломать голову Если буду смотреть в ту сторону Примерно через месяц вас задерживают по другому делу Около месяца до состоялось мое задержание Фабрикация в отношении меня уголовного дела Меня зовут Александр Иванович Скозаватов Я глава администрации Муниципального образования Возвижных сельско-совет Как вы думаете, за что на самом деле Судят честных, как мне кажется И принципиальных участковых? Как правило, в этих случаях убирают неугодных Как вы думаете, куда засунули нос Эти двое участковых? Там многое строилось и делалось С времен Виктора Степановича Черномоль Он родом из Черного Трога При нем началось строительство школы Дань памяти ему, это уже музей Но самое главное, долгострой, это школа Задумки ученомородной были правильные Делать черный отрок Примером для развития экономики Для нашего района Туда вкладывались большие деньги Разумеется, по наслышке Ты знаешь, сколько ушло на эту школу И на остальные мероприятия Один говорят сотни миллионов Другие говорят о миллиарде Я знаю точно, что Это со слов, опять же, одного из моих одноклассников Он являлся другом Там была организация строительная Специально создавали для того, чтобы строить в Черном Троге Ярмак Да, Ярмак Организация Ярдефис Мак Да, да, да Она специально была создана Это с его слов И когда в последний раз Уже не за долг до своей смерти Появился там на месте Казалось, что пропали вот эти То ли сотни, то ли миллиард То ли сотни миллионов То ли вообще какая-то огромнейшая сумма денег Ярмак, разумеется, сворачивается А Судьяров у нас такой есть Судья, поэтому там тоже непонятно На каком основании он принимал решения Это вообще абсурдно Интересно, как раз тот самый судья Который вы сейчас упомянули Сейчас рассматривает дело участковых Я с 2001 года работаю здесь главой То есть практически 20 лет Мою бытность еще существовал колхоз-дружба Он банкротится В 2009 году создается его дружба Пользуется фермой, землей А налоги не платят Они тоже претендуют на эти самые объекты Вы через суд вернули земли свои в муниципалитет Не свои Это имущество, бывшая колхоз-дружба Она стояла без хозяина Вот выписка из Росреестра Право, собственно, ни за кем ранее не было зарегистрировано Поэтому мы обратили в суд Мы вас просили Если есть у вас документы Обращайтесь То есть вы обратились в суд И по решению суда Эти земли стали собственностью муниципалитета На сумму более 100 миллионов По сути дела Мы не дали украсть у народа Земли И имущество высшего колхоза И имущество высшего колхоз-дружба И тут появляется судья Асфандияра Ну да То есть там, где 100 миллионов Спор на 100 миллионов Там судья Я, разумеется, начинаю возбущаться Я просто уже тематику Извините, что на ерах, может быть На помощь сатана говорю Но я вот с этого времени У меня очень много пришлось переживать Значит, видя, что я не сдаюсь Как председатель суда говорит Какой-то упорный Упертый, говорит, попался глава Это же, о, дружба Идет в прокуратуру Пишут на меня заявление Что я превысил свои полномочия Зампрокурора Передает следственный критер На возбуждение уголовного дела против меня Ага, не получается превышение Значит, самоуправство Ладно, хорошо В чем я самоуправился? Не получается У вас препятствия предпринимательской деятельности Я говорю, ты что, весь уголовный кодекс Под меня собирается принимать? Да возбуди дело, в конце концов Если ты считаешь нужным То у тебя плохо это закончится Я говорю, сдаваться не намерен На меня дает прокуратура Я говорю, кто? Прокурор И вот получается так Куда обращаться? А у меня ведь жители тоже обращались в прокуратуру По этим стал вопросом Чья это сейчас собственность? Это опять без хозяина Опять висит в воздухе Никто не платит ни налоги Мы хотим, чтобы на нашей территории Было хозяйство полноценное И люди работали здесь Не ездили по северам, по городам Здесь получали достойную зарплату И если бы не вмешательство По сути дела Я по-другому не скажу Или вот такое решение Абсурдное, на мой взгляд Судья Свандеярова Подслужил Ведь на сегодняшний день Нет телятника Когда он с лица земли стерли А какое решение-то у него было? А он отменил Это право собственности Отменил регистрацию Да не доставайся ты никому Да И получается За это время Телятника нет Полсвенарника нет Второй Короника нет Из кого спрашивают Уважаемая квалификационная коллегия Судей Оренбургской области Мы вас очень просим Обратить внимание На вашего сотрудника На федерального судью Асфандиярова Этот гражданин От имени Российской Федерации Преследует Чьи-то коммерческие интересы Уже два повода Как вы видите Дальнейшее развитие Что с вами будет Вас оправдают Вас посадят У меня впечатление Складывается таким образом Что существует Какой-то секретный закон У следственного комитета И судьи Имеется какой-то Свой закон По которому они пытаются судить Кодекс в стране чудес Все что творится Все что сделано В отношении нас Как говорится Уму непостижимо Нарушая наши все права Я скажу так Что справедливости не будет Нас явно подвергнут Уголовной ответственности Мне просто дорога честь Допустим моей семьи То есть у меня отец Сотрудник полиции Который отслужил Более 20 лет Ушел на пенсию И мне грубо говоря Неохота портить Даже его имя Потому что он служил честно Как бы И как и я Старался быть Как бы похожим на него Ваша семья вас поддерживает? Моя семья полностью поддерживает Я хотел бы их поблагодарить И родителей, супруга Также хотел поблагодарить Всех своих друзей Которые за нахождение Моим под домашним арестом Почти полтора года Очень сильно проверились Спасибо все-таки Системе МВД Который от меня не отказался На протяжении полтора года Я все-таки получаю Денежное довольствие Состоящее от оклада по званию И оклада по должности Вы сейчас действующий сотрудник? Я действующий сотрудник Получается Вас абсолютно не слышат Местные правоохранительные органы В лице следственного комитета И вообще непонятно роль прокуратуры Здесь вообще есть прокуратура Они же должны за всем этим наблюдать Вас не слышат в суде Вам не дают право на защиту И несмотря на то, что вам Как действующему сотруднику Запрещено общаться с представителями СМИ Несмотря на все это Вы решились честно рассказать Обо всем, что с вами происходит Да, совершенно верно Мы обязательно будем дальше следить За этой историей Вам огромное спасибо Спасибо за то, что вы дали интервью Знаете, дорогие друзья Я заметил ситуацию Что у вас звание майор И я заметил Вот вы можете на нашем канале посмотреть Будет гром Именно с майорами Почему-то в разных ведомствах МВД, ФСБ Происходят какие-то потрясения То есть люди служат, служат, служат Получают звание майора И потом вдруг Ни с того ни с сего Оказываются какими-то там Злодеями, негодяями Может это какое-то просто Заколдованное звание Может быть надо отменить уже это звание И там после капитана Сразу от подполковника Может быть тогда у нас Меньше будет майоров Оказываться за бортом Системы МВД ФСБ Может быть в этом проблема Вот у меня такое впечатление складывается Огромное спасибо за то, что вы были с нами Все это время Особенно спасибо тем, кто досмотрел До конца наше расследование Надеюсь оно было интересным Обязательно пишите комментарии Этим интервью, этим расследованием Мы еще раз доказываем Что в нашей стране есть честные сотрудники МВД Как правило это майоры Которые не боятся Если у вас произошла похожая ситуация Вы ни с того ни с сего Оказались почему-то по ту сторону закона Без вменяемых доказательств Как в деле участкового из Оренбургской области Сергея Павлова Ну это просто бред Когда следы от травм электрошокера Даже не совпадают с размерами этих электродов Но это просто какая-то ахинея Вместо того, чтобы закрыть дело Его продолжают Еще и в суд каким-то образом оно попадает Гигантское количество вопросов К местным силовикам Знайте, что вы не одиноки Смотрите истории на нашем канале Пишите комментарии Огромное всем спасибо Сейчас я нахожусь на территории Башкирии Это соседний регион с Оренбургской областью Дело в том, что сегодня на съемках В отношении нас потерпевшие По делу участковых Саракташского района Строили провокацию Когда мы записывали с ними интервью И после того, как мы уехали Триумы записывали на территории двора Они подали на нас заявление в полицию О том, что мы якобы прониклись В применении физической силы К ним домой Конечно, это абсолютно не соответствует действительности Поэтому теперь мы вынуждены Покинуть Оренбургскую область Через Через Республику Башкирию Надеюсь, нам удастся В целости и сохранности Добраться до Москвы И довести абсолютно взрывной материал Который мы сняли В Оренбургской области По делу о честных участковых Которых преследуют Как нам кажется За то, что они вскрыли хищение На сотни миллионов рублей При строительстве Долгостроя При строительстве школы Имени Виктора Степановича Черномырдина Меня зовут Павел Брыкин Это канал Будет Гром Дорогие зрители Дорогие подписчики Нашей команде Удалось добраться Пока без происшествий Из Оренбургской области До Самары Это скульптура Картины Бурлаки на Волге Мы находимся в самом центре города Сегодня мы планируем Сесть на поезд Вечером в Самаре И уже добраться до Москвы И довезти наш материал до Москвы Надеюсь Обойдется без происшествий Нас не снимут с поезда И не отнимут наш Как нам кажется Сенсационный материал Идем на поезд до Москвы Пока все в порядке Надеюсь доберемся Дорогие друзья Поезд только что тронулся Мы движемся Это добрый знак Дорогие друзья До встречи В Москве В Москве Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому